Рина Могутова Елена Новоселова И наши замечательные онлайн гости Это Дарья Казакова Она также книжный блогер и журналист И Кира Фролова Редактор отдела фантастики Издательства Эксмо Еще у нас есть один гость Ее зовут Мира Янина Это девушка-писатель-фантаст И автор прекрасных планеров Для писателей и для блогеров Который называется Book for Book и Book for Blog Мы ее тоже приветствуем Всем добрый день Спасибо большое, что присоединились к нашей конференции Итак Мы бы хотели сегодня поразмышлять с вами На тему того Что такое в современном мире Книжный блогинг и библиотечный блогинг Как таковой Потому что сегодня В мире полном цифровых технологий Это явление уже прочно стало на рельсы И все новые формы выражения Находит как для профессиональных книжников Книгоиздателей Профессиональных книжных блогеров Так и для библиотекарей Которые в связи со сложившейся ситуацией Вынуждены были полностью перевести Свою трудовую деятельность в онлайн И в том числе поразмышлять вплотную И приступить к теме книжных блогов Собственно говоря Сегодня мы хотим поразмышлять Над перспективами существования Подобного явления Библиотечных и книжных блогов Как таковых И о причине успешности Или наоборот Не очень большой успешности Отдельных видов блогов Как современного цифрового искусства И как вещи действительно полезные И нужные для библиотекаря И первая наша тема Она звучит примерно так Ваш богатый улов Комментарии, лайки, репосты В рыбной корзине блогера Как добиться их от читателей И использовать в развитии Собственного онлайн проекта И первая тема Ну, под темой, на которую Мы хотели бы поразмышлять Это то, насколько в принципе Сегодня важна для нас связь с читателем Как бы для блогера Вообще нужен какой-то обратный Обратная реакция Обратная рефлекция со стороны читателя Лайки, комментарии Или человек, который пишет Независимо от своей профессии Издатель, он книжный блогер Профессиональный Или любитель Просто человек, который пишет Или библиотекарь Нужна ли вообще Как бы вот эта вот Обратная рефлексия И для начала Хотелось бы, допустим Еще поразмышлять вообще Над вопросом Если библиотекарь То нужен ли ему Книжный блог как таковой Обязательно ли отталкиваться Непосредственно от книги Чтобы привлечь писателей К своей страничке Что сегодня Достаточно актуально Ирина, есть что сказать? Ну я бы предложила сразу Наших гостей к зуму подключить Девочки, у кого есть Ответы на эти вопросы Поднимайте руку в зуме Мы вас будем выводить в эфир Давайте, может быть Начнем с Киры Как со специалиста Который работает С книжным издательством Что вы думаете На этот счет? Нужен ли библиотекарю Книжный блог Обязательно ли он Должен быть книжный Или мы составляем Конкуренцию профессионалам Которые больше помогают Вам в продвижении Книг на рынок Всем привет Нормально ли меня слышно? Да Всех рады видеть Коллег И вообще всех зрителей Всех-всех-всех На самом деле Я хочу сказать вам По своему опыту Никогда не вела блоги Нигде Ни в инстаграме Ни на ютубе Канала никакого Вообще ничего никогда не было Как только я пришла в издательство Я поняла, что это реально необходимо Я думаю, что Библиотекарю то же самое Это касается на самом деле Всех людей Которые сейчас работают В относительно медийной сфере Потому что книги Они Это смежная сфера С медийностью И нужно выходить Быть к читателю ближе Читателю это интересно Но я считаю, что Не только книгами Можно привлекать Я проводила даже В своем инстаграме Ну у меня на самом деле Небольшой аккаунт Но все равно Проводила в своем аккаунте Опрос у моих подписчиков Интересна ли вам Например Моя какая-то личная жизнь Ну или что-то там Такое ненавязчивое Не только работа На что они мне В принципе сказали Что да Можно миксовать И даже нужно Что не только Вот про работу Им в принципе интересно То есть нужно Контент-план продумать Мешать работу Мешать какие-то Полезные вещи Мешать какие-то Инсайды Вместе Ну то есть Ваш цельный образ Не только работе Создавать И даже На меня девочка Подписана Я не помню ее ник С Новосибирской библиотеки Девочка Именно библиотекарь И она вот Рассказывает Показывает Как она там Ходит на работу Показывает Какие у них там Издания Что она там находит И на самом деле Это очень интересно Человек Который не внутри Этой системы Ну не внутри Это прям Очень интересно Это формирует Новый образ Библиотекаря Потому что Мы привыкли Ну все-таки Мы привыкли К определенному Образу Библиотекаря А сейчас Когда туда идут Молодые люди С какими-то Свежими Креативными идеями Они меняют Соответственную сферу И они должны Быть ближе К читателю Ну это опять Мое мнение Мне кажется Это актуальная Тема Спасибо большое И отсюда Вот вопрос К вам Как К редактору Действительно Дело фантастики Я видела В вашем инстаграм-аккаунте Потрясающе Вы рекламируете Книги Описываете Показываете Которые Которые Сейчас Продвигаете Вот Каково Ваше мнение А какой фидбэк Тогда лучше Вот просто Позитивное Спасибо Ой Эта книжка Классная Или Некий Ну такой Дерзкий Какой-то Комментарий Который Побуждает Людей К критике И следовательно К тому Чтобы Ну задаться Целью Купить книгу Чтобы посмотреть Вообще Стоит ли она Моего внимания Или нет Ну вот Для меня Вот как Для редактора Важен Вообще Любой Фидбэк Но только Конструктивный На самом деле Я Всегда Не знаю Общаюсь С читателями Напрямую И я знаю Что мы все Не безгрешны И в работе И во всем И когда Человек реально Ну какие-то Советы дает Или что-то Находит Ну там В книге Какие-то там Бывают ошибки Какие-то Неточности Или наоборот Говорят Как вы классно Это сделали Мне в личку Очень много На самом деле Прилетает Всего и хорошего И не очень Но я к этому готова Потому что Нужно быть готовым Вообще К любой реакции Я считаю Что любая реакция Это нужно Ты в любом случае Делаешь какие-то выводы Растешь Мы разговаривали На самом деле С автором По этому вопрос Но авторы Очень лично Сно относятся К этому Они Прямо по ним бьет Когда что-то Критикуют Даже конструктивно Они там Ночами не спят Но я не знаю Реально Я понимаю Их Это их детище Я тоже Переживаю За свои книги Но у меня Так как у меня Их много У меня внимание Немножко рассеяно В плане Я не так это Личностно воспринимаю Но я и стараюсь Как-то Абстрагироваться От совсем уж Хейтера Но в любом случае Я им всем говорю Что критика Это просто Неотъемлемая Часть И нужно Ей радоваться Особенно если Она по делу Следующую же работу Ты возьмешь Новые высоты Своей следующей работы Потому что в том числе Я всегда призываю Конструктивно Критиковать людей Которым есть что сказать Всегда Я открыта Например Вот я как редактор Я всегда открыта Любым предложением Пожеланиям Критикой И всему Но только конструктивно Потому что Вот этот шум эмоциональный Его очень нужно уметь Фильтровать И не всегда это получается И принимаешь на себя Спасибо огромное Так это значит Все-таки фидбэк нужен В любом случае И самое главное Да Что это действительно Реальный двигатель Ну действительно Двигатель текста Двигатель вообще Блога как такового Ну вот допустим У нас еще также В студии находится Замечательный человек Дарья Казакова Это журналист И создатель Ютуб-канала Посвященного книгам Angry Books Вот хотелось бы У нее спросить Дарья, Даша Как лучше называть Я видела ваши сюжеты Они просто потрясающие По своей подаче материала По своей динамике И один особенно Меня зацепил Там где вы рассказывали О книгах Андрея Сапковского Ведьмака И говорили Что действительно Вам очень много Негативной реакции Пришло Но вообще-то Ведь это личное мнение Каждого человека То, как он оценивает Эту книгу И Ну как вообще Вот это вот То, что Было много такого Необычного фидбэка Специфического Оно как-то подняло Ваш блок По части популярности От меня слышно, да? Да, да Все отлично Всем здравствуйте Ну вообще Изначально Свой блог Назвала Ингрибукс Потому что Я когда О книгах Рассказываю Если меня что-то Раздражает В книге Объективно Ну то есть Я не знаю Какие-нибудь Вопросы у меня К героям Или к сюжетам Мы же понимаем Что в принципе Книга Не может Однозначно Какую-то Одну Эмоцию Всех людей Вызывать Она Вызывает Разные эмоции У одного И того же Человека Даже например На протяжении Ну всей жизни Если она Перечитывает Когда Ну именно Своими эмоциями Живыми такими Делишься Естественно Придут Защитники Например Ярые книги У меня В основном Еще Даже не только На Ведьмака Такая реакция Прилетела А на Город женщин Элизабет Гилберт Книга Которая стала Бестселлером Очень много Нашумела И мне Ну я изначально Когда Понимаю Что обзор У меня будет Бомбящий Я предупреждаю Сразу Что я Например Не целевая Аудитория Этой книги Или С тем же Ведьмаком Вот в чем Проблема Если бы я прочитала Раньше Лет в 13 Возможно Она мне Больше понравилась А сейчас Когда я прочитала Уже Много Фэнтези Которое написано По следам Ведьмака И Ну грубо говоря Оно уже Естественно Впечатление Уже Не то Но люди Не всегда Слышат тебя Конкретно Ну и я На самом деле Понимаю Их эмоции Если ты Что-то Очень сильно Любишь Конечно Ты придешь Это защищать И вот С городом Женщин Например Была забавная История Мне написали Комментарий В котором Содержалась Фраза В стиле Ну типа Вам эту книгу Не понять Потому что Вы Вот он Шевраговых Очках И свитере Которая живет Так как Подобают Хорошей девочке Я в общем Эту фразу Выделила И себе Вынесла В описание Канала Мне кажется Это очень прикольно И на самом деле Как-то так Мне кажется Надо реагировать На какой-то негатив Ну во-первых Я не считаю Что это негатив Во-вторых Блоги Это всегда Что-то Что привлекает Внимание Людей Очень большого Их количества Разно Возрастной Категории С разными Какими-то взглядами На жизнь И чем ты Популярнее будешь Тем тебе Ну Больше будут Такого писать И опять же У меня мой канал Называется так Потому что я Объективно Выпускаю Периодически Довольно Эмоциональные Отзывы На популярные Вещи Это нормально Например Когда я сама Смотрю Видео блогеров Я гораздо больше По времени смотрю Чем сама их снимаю Меня смущает Когда книгу Все хвалят Ну когда вот Она на одной эмоции Идет у всех Я ее скорее всего Читать не буду И на самом деле Даже вот после Моих блогеров Где Блогеров Все Видео Где я критикую книгу Мне часто пишут Спасибо Пойду почитаю Ну как бы Прикольно же Интересно Почему вызвало Такую эмоцию И вот с городом Женщин так было То есть я там Бомбила на нее Минут 20 Ну в смысле Надо понимать Что надо различать Хаить Прям такой открытый И когда ты Конкретно какие-то Претензии Имеешь книжки То есть В силу того Что я по профессии Своей журналист А по образованию Историк Я как бы обычно Голый негатив Не выплескиваю Потому что это Как-то не очень Логично И неправильно Если у меня Какие-то претензии К книжке Значит Я зачитываю Что мне не нравится Или сравниваю С тем Что было написано До Или с тем Что Например В похожей тематике Но гораздо лучше И недоценено На мой взгляд Ну вот какие-то Такие вещи Поэтому Ну наверное Это неизбежна Такая реакция И да Я вот сейчас Перед эфиром Смотрела Какие видео Наиболее популярны На канале Естественно Книжные покупки Перебивают все Вообще Ролики на свете И это вот К вопросу о том Зачем Библиотекарям Видеоблог Библиотекари Как владельцы Огромного количества Книг На самом деле Могут вообще Уделать всех Книжных блогеров По показу Книжных полок И Книжные покупки Мы же понимаем Что они Тире Просто новые книжки Вашей коллекции И Это на самом деле Очень просматриваем Сказалось бы Они не очень Информативные Такие ролики То есть Это не прочитанное Ты еще не читал Эту книгу Но все очень любят Книжные покупки Прям обожают И Поэтому Я вот Искренне считаю Что Библиотекарям Надо И они Придут к успеху На ютубе Не только Будут популяризировать Именно свою работу Но и в целом Чтение Вот И да После книжных покупок Бомбящий обзор И самая популярная тема И если я буду смотреть На ютубе Есть такая функция Можно посмотреть По каким поисковым запросам На тебя находят Город женщин Один из самых популярных запросов Который приводит людей На мой канал Потом Потом книжные покупки От себя еще добавлю Что Вообще Еще меня поразил До глубины души Обзор на Филиппа Грегори На Белую королеву Это вообще Сюжет Который сделал Мой вчерашний вечер Абсолютно И вот это умение Балансировать На грани Чего-то Дерзкого Немного Недозволенного Но не скатываться В низкий Примитив Или в какой-то В чистый хейт А брать из этого Некие крупицы Для построения Собственного имиджа Которые будут работать На твой имидж На твой образ Популяризатора чтения Это, конечно, бесценно И спасибо большое, Даша За идею с распаковкой Вот действительно Библиотекарь, который Распаковывает книги Это же просто Ну то, что доктор прописал Также с нами еще В студии находится Елена Новоселова Она организатор Книжного клуба Земля Санникова И дегустатор книг Также книжный блогер Как у нее написано В инстаграме Елена, вы сталкивались С такой волной Конструктивной Критики Либо, допустим Когда вы предлагали книгу Все было прям так Гладенько И все могли сказать Что эта книга Действительно Нам понравилась Спасибо, что вы Ее порекомендовали И какая, на ваш взгляд Критика ценнее Позитивная Или более Такая С перчинкой Здравствуйте Меня слышно, да? Что-то я Вот Да Ну да Я веду Книжный блог Уже три года И Что хотелось мне сказать По этому поводу Я вообще Сама Не очень люблю Писать отрицательные Отзывы Мне просто Жалко на это Время тратить Это во-первых Во-вторых Сейчас у меня Как-то Развилось Чутье на книге И что Книга Которая Мне прямо Не понравится Я скорее всего Ее просто Не буду читать Вот Но бывает так Что действительно Негативные отзывы Спорные отзывы Либо когда О книге спорят Да Там Что Пробуждается интерес То есть Тебе хочется Ее прочитать Чтобы сложить Собственное мнение Вот так у меня Было с книгой Из последнего Да Салли Руни Нормальные люди Вот То есть До этого Еще в том году Я познакомилась С мятной сказкой Полярного Тоже Из-за того Что ее там Все хейтили Думаешь Ну что это Совсем Что ли дно Ну и действительно Убедилась Вот Это как бы Просто интерес А так Я конечно Не беру книги Вот допустим Если я знаю Что мне жанр Не очень близок Да Тот же там Ром фант Или Ну Фэнтези Мне тоже Не очень близок Я обычно Просто не беру Такие книги Вот Но Тоже бывают Исключения И часто Они приятные Вот Именно с фэнтези То есть У меня случалось Так что Я не думала Что мне книга Понравится Но мы там В онлайн книжном клубе Ее читали Ее предложили Прочитать И она На удивление Очень мне понравилась То есть Это было Неожиданно Вот А у себя В блоге У меня обычно Все-таки Отзывы Чаще нейтральные Да Либо положительные Вот Тут вот был У меня Очень положительный Отзыв На книгу Новую Да Марина Степновой Сад То есть Ну там Действительно Книга Мне понравилась И я Именно эмоционально О ней рассказала Потому что Мне хотелось Поделиться То есть Вот Когда такое происходит Когда книга Нравится Тебе охота О ней Всем рассказывать Собственно Так у меня Книжный блок И появился Именно Из-за того Что мне хотелось Делиться Именно хорошим Прочитанным Да То есть Ну все Немножко Отталкиваются От разного Да Кому-то хочется Поругать книгу Скажем А кому-то хочется Похвалить Вот я из того лагеря Кому хочется Похвалить И рассказать Именно с позитивной Точки зрения Ну и соответственно У меня люди Больше приходят И комментарии Оставляют По поводу того Что О да Типа Нам тоже Эта книга Понравилась Вот и Ну бывает Такое Нейтральное Да нет Типа А мне вот Не зашло Ну то есть Как-то вот так Но Какой-то конфронтации У нас обычно Не было Вот Ну у меня Достаточно маленький Книжный блок И я все-таки Общаюсь В основном С единомышленниками Я думаю Здесь дело в этом И согласна Да Что Чем больше блок Тем больше Вот этого Противостояния Тем больше Негативных Комментариев Да То есть Ты просто Не можешь Всем нравиться Тут как бы И чем больше Популярность Тем больше И негатива Соответственно Вот Ну вот У меня Немножко Вот с другой Стороны Но я люблю Обратную связь Даже Ну любую Обратную связь Да На свои посты Именно потому Что это рождает Диалог Это рождает Общение У меня Сейчас очень Много Знакомых Которые Появились Именно благодаря Тому Что я Начала вести Блог И эти Знакомые Не просто Там Кто-то На другом Конце Света Чисто В интернете Посмотреть А это Те люди С которыми Мне довелось Развиртуализироваться То есть Мы с ними Встречались Оффлайн И это Действительно Оказались Замечательные Люди Вот И то есть Это вот В инстаграме У меня получается Все-таки Площадка Общения С единомышленниками Именно на Фоне Книг Прочитанных Вот И то есть У меня Больше Такое Что мне Хочется Мне хочется Рассказывать О книгах Которые Мне понравились Вот То есть Здесь Не знаю Ответила Это Нет Это великолепный Ответ Да Потому что То есть Мы приходим К выводу Что в любом случае Блогер Он книжный Он библиотекарь Он должен быть Эмоциональным В подаче То есть Все равно Он должен Свою какую-то Оценку Накладывать На книгу Чтобы Ну вообще Донести Свою мысль Идейную Вот Но Еще отсюда Возникает Интересный вопрос Вот Как раз От Дашиного То что Нужно Можем оттолкнуться От распаковки книги То есть Библиотекарь Это не только Книга И не только Через книгу Он может Представлять Библиотеку И через проекты И через Свои отделы И деятельность Своих отделов Рина Вот ты как человек Который работает В региональном центре Продвижения чтения Что ты думаешь? Я продолжаю считать Что если мы будем Писать только о книгах То мы скатимся В Точно Конфликтную ситуацию Когда Нас Будет читать Гораздо меньше людей Чем Профессиональных Книжных блогеров Которые вкладывают В это Достаточно Сил Ежедневно И бюджет Вкладывают Тоже И отсюда Я прям хочу Сразу перейти И задать вопрос Мире Потому что Человек Который Придумал Специальную Книжку Для того Чтобы вести Свой блог Наверняка Может поделиться С библиотекарями Которые не обладают Подобными знаниями Какими-то Практическими Рекомендациями Мира Пожалуйста Мне кажется Немножечко Задержка Есть Вы знаете Я послушала Предыдущих Спикеров И Что бы я хотела Сказать Может быть Даже не столько Как человек Который Ежедневники Изобрел А как Человек Который Всегда Смотрит Немножко С такой Технической Стороны Технической Позиции Вот был первый вопрос Необходимы ли нам лайки Комментарии И прочее Смотрите Инстаграм Это социальная сеть Любая социальная сеть Это про общение В первую очередь Это не про покупки Не про продажи Если нам нужна Там банка горошка Мы идем Покупаем ее В магазине Вот И если мы Соответственно Стоим в очереди На кассе В этом магазине Скучаем Вот тогда мы уже Лезем в инстаграм То есть мы не ищем Банк горошка Условно в инстаграме Понятно что Когда мы там сидим Общаемся Мы потом Что-то там Начинаем покупать И прочее И вот Здесь Нужно очень хорошо Понимать Что инстаграм Это такая Развлекательная Социальная сеть Если мы будем Говорить там Про инстаграм Я потому что Только на этой площадке Продвигаюсь и работаю Вот То есть вот Некая такая Специфика Вот Поэтому без лайков Комментариев Ну как бы никуда То есть Это знаете Ну а зачем тогда Вообще Что-то выкладывать Если как бы Ты не ждешь Что у тебя там Кто-то что-то ответит То есть это всегда про общение А уже когда ты выстроил Какое-то определенное Когда у тебя уже выстроена Определенная схема Да Ты уже понимаешь Как работает площадка Да Как вот это вот Привлекать Вовлекать И отдавать Как вот это работает Тогда ты уже можешь Эти все комментарии И прочее Использовать уже так Как тебе нужно Вот И первый совет Который я могу дать Именно библиотечным блогерам Да Так я прочитала Которые вопросы Вы прислали Стоит момент такой Что как бы ноль Денег на продвижение Но это не первый момент О котором нужно думать Человеку Который идет в блогера Нужно первое думать Зачем я это делаю То есть первое Это целеполагание Зачем мне это нужно делать Потому что есть Бесплатные методы Продвижения Они работают Есть недорогие Методы продвижения Но вопрос Зачем То есть просто тебе Твое начальство Да Как бы руководство Сказало там Ты должен вести блог Дали ключи От аккаунта И ты чем-то должен Там заниматься И получить зарплату В конце месяца Это одно Да То есть понятно Что здесь нет Какого-то Любви к этому делу Да А вот если Как Кира рассказывала Девочка работает Со всей душой Рассказывает Как это на самом деле Круто И умеет это показать В своем блоге Да И это интересно Действительно смотреть То такой блог Будет расти Может быть не так быстро Как он бы рос Ну с большими вложениями Но он все равно Будет расти За счет того Что там где-то Ты увидел Тебя увидели Там я например Бы подписалась Да Мне например Сейчас интересно Там на кого Кира подписана Я бы пошла И подписалась Если Кира например Кинет Про этого человека В сторис ссылку Я соответственно Там на Киру подписан Увижу этот блог Да я перейду Если там действительно интересно Почему прикольно Молодой библиотекарь Смотрите Она рассказывает Это интересно Вот поэтому изначально Надо понять Цели полагания своего Понимаете То есть Мне в конце Месяца Никто не заплатит Зарплату Никто Вот если я не буду Шевелить вот этими Сами лапками Не буду вот Что-то там снимать Про вот эти ежедневники Там еще что-то Рассказывать Мне никто не заплатит Зарплату Вот и все Поэтому Вот мое цель полагания Такое Я понимаю Зачем я выкладываю фотографию Зачем я пишу Тот или иной пост Я понимаю Что фотография Как сказать Тоже здесь Именно в инстаграме Так как это визуальная сеть Фотография здесь Влияет в первую очередь Поэтому я не просто Пилю фоточки Одна за другой Да Вот в одном и том же ракурсе Здравствуйте Вот мой зеленый ежедневник Здравствуйте Вот мой красный Ой желтый ежедневник Простите Там да Мы пытаемся Что-то креативить Мы пытаемся Что-то как-то Не знаю Снимать это красиво Чтобы это было Визуально привлекательно И это Помимо рекламы Помимо тех вложений Которые я делаю Именно там Денежных Да Это тоже добавляет Бесплатного продвижения Почему нет То есть Качественный контент Он всегда стоит На первом месте Спасибо вам огромное Это вообще Планеры Которые вы делаете Конечно Они потрясающие И мне кажется Они могут помочь Любому блогеру Независимо от того Книжник он профессиональный Или он библиотекарь Который так или иначе Связан с книгами Но у которого Все-таки Несколько Другая функция Продвижения чтения И отсюда Вот мы переходим Ко второму Нашему блоку К нашей теме Неуловимые волны Инстаграма Вовлечение И привлечение Аудитории То есть мы нашли Что в общем-то Вот он тот Немо Это цель Ради чего мы делаем Ради чего мы все Ведем свои блоги Будь мы книжники Будь мы библиотекари Будь мы профессиональные Издатели Наша цель Что мы хотим Получить от читателей Взамен Реакцию Продвижение своего продукта Заставить их Прочитать эту книгу В конце концов То есть Что-то такое И отсюда Вот принципиальная Разница Возникает Профессиональный контент И любительский контент Вообще Понятно Что библиотекарь Если ведет книжный блок Он должен это делать Также по зову сердца То есть мы выяснили Что если это все Превращается в сухую обязанность Никакого толка От этого как такового Не будет Но вот в чем вопрос Да Ограниченный бюджет У библиотек Это не секрет Мы не можем Допустим Так же как какое-то Крупное издательство Вложиться В СММ И все это сделать Но тем не менее У каждого по возможностям Так вот есть ли принципиальная разница Между профессионально сделанным контентом И любительским Потому что в последнее время Допустим на западе Набирает обороты Такое необычное явление Как упрощенный инстаграм То есть Если сейчас Последние несколько лет Мы наблюдаем тенденцию Книг снятых в интерьере Красиво обставленных Выставленных В каких-то необычных локациях Которые близки к жанру Значит смогут что-то о книге рассказать И в целом заинтересовать читателя То на западе Сейчас наоборот Все идет по пути упрощения То есть это просто фото С обложкой книги Или с человеком Который читает ее В домашней обстановке Или просто корешок книги С названием и автором И важен становится Не столько сама картинка Не столько сам визуал Сколько текст прилагаемый К этой картинке То есть что человека В этой книге зацепило И может быть даже Он не рекомендует ее читать Ну то есть нет какой-то Вот этой оценочности Сверх оценочности навязчивой Но тем не менее Он высказывает свою точку зрения Он высказывает свое Вот это внутреннее начало Что его зацепило в этой книге И такие инстаграмы Как бы живых людей Живых книг Живого чтения Они набирают обороты При этом не требуя практически Ну как бы внешне никаких затрат А подписчики растут Потому что им интересно Видеть простых людей То есть может быть Это связано В какой-то степени с тем Что эпоха гламура Постепенно спадает И людям уже инстаграм Не просто как отлакированная Площадка интересная Но и как площадка людей Они хотят видеть живую личность Вот как бы за каждой картинкой Что вы думаете По этому поводу девочки Кто-нибудь хочет? Вообще да Сейчас я знаю Что есть тренд на натуральность Но опять же Вот может В чем-то не соглашусь Все-таки Тут как бы Различие большое Западные блоги И российские блоги То есть Российский инстаграм Русский инстаграм Как все знают Он давно уже С какого-то С 16-го, наверное, года Перешел на Именно на текстовый формат Когда действительно Людям интересны тексты И важны тексты На западе Вплоть даже до Последнего времени Может где-то там Не знаю Букстаграм Или еще что-то Конечно и имеет место быть Как-то отличается Но вообще Западный инстаграм Он чаще просто был Ну действительно Визуал красивый Ну и собственно Там два Два слова Все А российский инстаграм Он уже давно с текстами И давно с эмоциональными текстами И у меня есть Как бы такие Ну не книжные У меня есть книжные блоги Как бы я на них подписана Людей И действительно За них подписано За то Что там очень интересно Написано о книгах Вот именно что Личная оценка Субъективная оценка Ну собственно Человек всегда приходит К человеку То есть Это конечно Все хорошо Там профессиональные фото И там Что-то красивое Эпоха глянца Да Но она все-таки Действительно отходит Но вот В книжном Букстаграме Все немножечко Я думаю Чуть-чуть не так То есть Именно Даже вот взять Такая вот Я давно это заметила Что Блог может быть Очень маленький Ну то есть там Подписчиков Там тысяча-полторы Да Ну то есть Относительно немного А бывает даже там Пятьсот подписчиков Но лайков и комментариев Сравнительно Как бы на подписках Это говорит о том Что Очень-очень большая Вовлеченность То есть Вот у микроблогов У них часто бывает Вовлеченность Такая Которая Как бы Большим блогом И не снилась То есть А это говорит о том Что людям Прежде всего важно Общение То есть Ну я по себе могу Сказать Что у меня В основном Вот именно Благодаря Книжному блогу Очень много Общения Именно в соцсетях То есть Здесь вот Бесспорно Это как бы Общение Это площадка Для общения И в том числе Вот про книги То есть И как вот Для продвижения книг То есть Вот этого всего Это очень такое Хорошее То есть Мы возвращаемся К вопросу о том Что в принципе Это инстаграм Он как таковой Для книжного блогера Либо для библиотекаря Наверное Является в первую очередь Площадкой Именно продвижения книги Как таковой Или продвижения чтения В целом Книги и чтения Потому что Оно тут Все К одному То есть Если у тебя есть Интересная книга Конечно ты ее будешь читать Если у тебя есть Интерес к этой книге Конечно ты ее прочитаешь То есть Чтение Оно невозможно без книги То есть Ты хочешь читать Но Нечего читать Не знаешь что читать То есть Какое может быть чтение А если А если тут Как бы в совокупности И именно Как сказать На фоне чтения Может Ну на фоне чтения Определенной книги Да Может рождаться диалог То есть Часто люди Сталкиваются с тем Да Что О чем поговорить В соцсетях Или друг с другом О чем нам разговаривать А если есть Конкретный предмет Вот эта вот книга Да То есть Это уже Совсем другой разговор Тут даже Самому Заядлому Интроверту Может быть Что сказать Скажем так То есть Одно дело Тебя попросят Высказаться На какую-нибудь Неопределенную Тему Ну давай Скажи что-нибудь А другое дело А что ты думаешь Вот про эту книгу То есть Это уже Совсем другой разговор И это Разговор Строить вокруг книги Его как правило Ну попроще То есть Это дополнительная Такая коммуникация Стимуляция коммуникации Да То есть Общение И все-таки Вот В нашем Во всяком случае В русском Инстаграме В инстаграме Еще визуал Все-таки Преобладает На сегодняшний день Да Но опять же Визуал Но часто действительно Естественный визуал Да То есть Конечно Такие фотографии Которые Совсем Как бы В рви глаз Да Они никогда Не пользовались успехом И сейчас Я думаю Тоже к ним Никто не придет Но опять же Естественные фотографии Как бы без затей Бессильных Они часто тоже Очень даже Как бы Могут иметь популярность И действительно Пост может быть Популярен И незамысловатой Фотографией То есть Как бы Хэштег без фильтров Все еще актуален Да Ну Как-то так Наверное Да Ну вот Лично Спасибо большое Лена И Да Я хотела спросить У наших Подключенных Гостей Какие приемы Вовлечения И интерактива Вы используете В своих Инстаграмах Если вы их ведете Не только вопрос О том Что ты думаешь Насчет этого героя Насчет этого автора Насчет этой книги Важен Подписчикам Важен людям Которые листают Ваши инстаграмы Что вы думаете Насчет Вовлекающих вопросов Которые В моем Например Канале На Яндекс.Дзене Вообще Не работают Или Насчет Каких-то Тестов Игр С подписчиками Скажите Пожалуйста Что-нибудь Об этом Да пожалуйста Давайте будем Дашу подключать Дарья Как раз Руку тянула Давайте На маму Первая Да Даша Вы на связи Мы слушаем Так Я еще хотела Немножко Предыдущее Дополнить И вот по этой теме Сказать По поводу Инстаграма С книжными Блогерами Я по крайней мере Замечаю У большинства Они используют Инстаграм Как такой Сатирит Своего канала И не в плане Даже Постов А в плане Сторис То есть Если посмотреть У топовых Всяких Книжных Блогеров Они очень редко Публикуют Вообще Посты И как правило Они у них Именно Вот те самые Красивые Фотографии Вот тот самый Идеальный Инстаграм Это вот именно У них посты Которые выходят Там раз в месяц В лучшем случае А в сторис Они как раз Публикуют Контент Который Ну Не идеальный Так называемый Вот этот Ежедневный И он Как раз Собирает Очень много Охватов И даже У нескольких По крайней мере Мне известных Блогеров Они Именно Зарабатывают На том Что они Предоставляют Свои сторис Как рекламную Площадку Для каких-то Других Может быть Блогеров Я не знаю Там Для каких-то Заказчиков Ну В общем Смотря Какой У него Рекламодатель Вот И я вот По себе Могу сказать Что И да Обычно Конечно Анонс Видео Размещается В сторис Это Обязательно И как правило Еще в инстаграме Делают Розыгрыши Ну Вот именно На какие-то Даты Не знаю Определенное Количество Подписчиков Или какой-нибудь День рождения Канала День рождения Блогера Инстаграм Еще используется Вот именно Для Каких-то Розыгрышей Книг Или чего-то Такого Вот Я как правило В инстаграме Смотрю У себя По сторис Наибольший Отклик Вызывает Когда Я читаю Какую-нибудь Книгу И У остальных Блогеров Стоит Тоже Такая штука Есть Они читают Книгу И Например Или Им что-то Понравилось Какая-то Цитата Или Наоборот Вызвало Вопрос И они Фотографируют Публикуют В сторис И Сразу От зрителей Идет Отдача То есть Вот Я тут Недавно Читала Книжку Кто не Спрятался Яна Вагнер И С нее Много Чего Фотографировала И Прямо Меня Директ Разрывало От Тех Кто Читал Тех Кто Хотел Прочитать Ну Например Передумал Или Наоборот Ему Теперь Интересно Почитать Ну То есть Именно Какие-то Такие Очень Интересно А так Вот Именно Когда Блогер Что-то Читает Получается Может быть Подписчики Чувствуют Какую-то Вовлеченность Какой-то Вот Такой Прямой Открытый Диалог И Еще Часто Популярные Сторис Каких-то Книжных Магазинов Каких-то Распродаж Ну Чего-то Такого Вот А по поводу Еще Чуть-чуть Запрыгну В уходящий Вагон Поезда По поводу Контента Я абсолютно согласна Что библиотечный Блогер Не должен Публиковать Только фотографии Книжек Как книжные Покупы Книжные Распаковки Но Опять же Этот формат Надо воспринимать Как такой Тягач Который тянет Весь состав Остальных Ваших роликов Например На примере Своего канала У меня бомбящих Видосов Всего там Пара штук А в основном Я читаю Абсолютно Другие книги И рассказываю В основном Про хорошее Но Хорошее Не так сильно Популярно Как негативно И получается Какие-то бомбящие Отзывы На популярные книги Они привлекают На канал Человек приходит И начинает смотреть То, что есть другое И как бы Заинтересоваться Остается И какие-то книги Для себя может открывать И вот Я думаю Что для библиотечных Логеров Тоже будет Это как Такой повод Показывать Благоря Какие-то Новые поступления Книг Которые будут Привлекать Людей на канал А потом Эти люди Будут видеть Абсолютно Другие ролики Расширять Благодаря Своё отношение К библиотекам К библиотекарям И так далее Спасибо большое Даша То есть Получается Что Все равно Нам Нужна Вот эта Цеплялка В небольших Количествах Что-то Необычное Интересное Что-то Не всегда Положительное Но Что Скажем Делало бы Блог Более разнообразным Но вот Здесь прозвучала Мысль Об актуальности То есть Тогда вопрос Что Есть Актуальность И как Увязать между собой Визуал И картинку Так Чтобы человек Как можно Дольше остался На своей страничке То есть Здесь я имею ввиду О чем лучше писать Если мы берем Продвижение чтения Книжку Как таковую Если уж Мы упираемся В книгу Вопрос в том О чем писать О книгах Современных Модных Которые только вышли И которые могут Там поступить В библиотеку Или мы можем Представить классику В таком свете Что люди Бросятся На нее И как бы Ну захотят Прочитать Того же Мапасана Того же Льва Толстого И что Как тогда Миксовать Вот эти Между собой Посты Чтобы допустим Продвигать И классические Тенденции В литературе Но и не забывать О современном Или упор Все-таки делается На современность И здесь Мне бы хотелось Как раз У Киры Спросить Вот Как По вашему опыту Если у вас Переиздание Каких-то Классических Произведений По сравнению С современной Популярной Литературой Если какое-то Переиздание Подарочное Классно Оформленное Оно может Обогнать По числу Просмотров И в дальнейшем По числу Приобретений Какую-то Современную Популярную Книжку Или все-таки Актуальность Именно Новизна Вот То, зачем Сейчас идет Мастхэв Кира Да, я здесь Я здесь Я вас слышу Вообще Я хотела бы сказать Что самое классное Как по мне Это находить Да даже не нужно Это искать Мне кажется Классическая литература Она вообще актуальна Вот Вот просто Я сама По себе знаю Что я перечитываю Не знаю Того же Достоевского И того же Не знаю Героя нашего времени В очередной раз И я нахожу там Просто Вот просто Как будто Вот сегодняшний день Но то она и классика И мне кажется Задача Вот Библиотечного Блога Даже вот не знаю Я могу сказать про себя То, что Вот мне легко Вести мой блог И как бы Следовать актуальности Почему? Потому что я нахожусь Постоянно в процессе Создания книг Потому что Я постоянно Ищу Нахожу Что-то Придумываю Что-то создаю И мне считать То есть я актуально Показываю читателю Чем я занимаюсь И как мы вместе Вот этот процесс Рождения книги Мы вместе В моем блоге Мы ее проходим Ну, например Не знаю Вот даже вот прям Мою вчерашнюю Сторис То есть Мы с автором Придумываем Слоган на обложку То есть мы собираем Сейчас обложку Книга, которая выйдет В ноябре И мы определили Выбрали три слогана Но мы не можем Выбрать один И я подумала Почему бы нет Почему бы читать Но моей аудитории Там и блогеры И обычные люди На меня подписаны Почему бы с ними Не посоветоваться Не вовлечь их Таким образом И они им не помогут И им интересно И мы вместе Выберем Слоган Который реально Пойдет на обложку Который они увидят Через месяц Эту книгу в магазине На полке Они скажут О, а я вот за него И голосовал Ну, например За этот слоган В общем Вот эта актуальность У меня Но мне это легко Потому что я реально Нахожусь внутри процесса И я вижу Что читатели На самом деле Это интересно Вот это моя сториз Она там 150-200 голосов набрала То есть я вижу Что это интересует Реально читателей А вот Что касается библиотекаря Мне кажется Имеет такое Вообще за плечами Это не багаж Это богатство На самом деле Богатство Литературное Быть в системе У вас есть профессиональные Инсайты Которые вы можете делиться И не просто там Рассказывать Вот книга Такого-то года Такого-то издания Но находить Что-то интересное Что-то особенное Я не знаю Какие раньше были Издания Какого года Какие там переводчики Иногда можно интересно Прослеживать В этом переводе так В этом переводе так Я не знаю Качество переплета Вот масса Мне кажется Всего Когда у тебя Такое огромное Реально сокровище И задача Библиотека Блогера Библиотечного Как мне кажется Именно Что-то вот Отыскивать В том Что мы уже все знаем И вытаскивать Это для читателя Это наоборот Вот прям Очень классно Потому что Я говорю Я сама даже Когда отправляюсь В классические поиски Я удивляюсь Как это актуально И как это вообще Злободневно Или это интересно Спасибо вам огромное Кира То есть Это все-таки Творческий подход Прежде всего К изображению Какой-то темы Продвижению Тех же классических книг То есть Все упирается в то Что мы должны Просто шире раскрыть Свои границы И если библиотекарь Блогер То его цель Не просто предоставить Льва Толстого Анна Каренину А связать ее Каким-то образом А найти в ней Что-то интересное Что будет возможно Отвечать и задачам Сегодняшнего дня Отразить что-то И в то же время Будет Ну как бы Побуждать людей К осознанию Каких-то там Глубоких идей Заглянуть внутрь себя Что-то увидеть такое Да? Однозначно Можно я добавлю Мне кажется Еще важен юмор Это прям Вот пару слов Я просто заметила Что самые популярные В инстаграме В инстаграме блоги Это эти вайнеры Вот это вот все На самом деле На базе литературы На базе классики Можно вообще Ну такие классные вещи Придумывать Вот просто Пустить себя В отрыв Свой креатив Не бояться Вот этих вот Каких-то рамок Не ставить себе Самому внутренние рамки Я даже сама пытаюсь Что-то придумать Я даже У меня есть в планах Там ролики снимать Про сумасшедшего редактора Ну в общем В общем Отпустить себя Ты о том Угадай писателя По строчкам Угадай персонажа По описанию Мира Расскажите пожалуйста А какие игры С вашими подписчиками Заходят больше Расскажите про конкретные приемы Которые Вот на вашем блоге Выстроили Может быть У кого-то из наших коллег Тоже получится Привлечь аудиторию Именно Такими способами Вовлечения Ну наверное Надо действительно Как Кира сказала Немножко Отпустить себя То есть Я немножко так начала С технической точки зрения Надо понимать Правила А с другой стороны Блог Это всегда Про творчество И вот Опять же Тот же самый юмор Это тоже Действительно То что хорошо Заходит в социальных сетях Потому что Нам хочется этим делиться Нам хочется быть в позитиве Согласить Что Если нам грустно Мы все-таки пойдем Наверное туда Где Человек улыбается Где весело Где какие-то шутки Прибаутки По поводу Всяких креативных игр Мне кажется Знаете Надо понимать Что вот На какой-то одной штучке Фишечки Ты не выйдешь Да То есть У меня тоже Например В блоге Есть там Кара новости Это Персонаж Который пришел Из моего рассказа Да И она вот Отвечает за новости Высоких технологий Мы делаем там По три сторки По три сторки И она рассказывает Про какие-то Вот эти новости То есть Сказать Что я выезжаю На этой каре Вот Один Одна Вот этот Блог Но это неправильно Да То есть Нельзя сказать Что Вот наши там Прикольные сторки С замалевками Они везут Весь наш Бфб планер Делают нам Продажи И прочее Нет Это как раз Вот такой Микс Полезного Контента Микс Развлекающего Контента У меня У меня Есть В блоге Помощники Да Которые Как раз Делают Частично Контент То есть Я его Делаю Не одна Вот Иначе Я бы просто Не справилась Два блога Вести Это не так Не так Легко Вот И Мы Обоговариваем Какие-то моменты Сами Что-то Креативим Единственный Лайфхак Который Я могу Дать Но он В принципе Не относится К вам Так как Вы все Девчонки Молодые И мы Сейчас Как-то Наверное Больше Говорим Про Молодых Новых Библиотечных Блогеров Свежую Кровь Это То Что Да Идти за Молодежью Смотреть Что Им Интересно Что Популярно То есть Я Очень Часто Отдаю Как Сказать Креатив На Откуп Своим Ребятам Да Что-то Они Там Помогают Придумывают Где-то Что-то Увидел Потому Что Может Я Не Успеваю Столько Просматривать Чужих Блогов Чтобы Какие-то Фишки Подцепить Да Кто-то Вот Они Например Посмотрели Что-то Да Предложили Мы Это Как-то Обыграли То есть Например Те Самые Замалевки Когда Держат В руках Либо Какой-то Цвет Что У Какого-то Персонажа Из Фильма Да Там В руках Это Тоже Пришло Ну Где-то Там Увидели О Прикольно Давайте Попробуем Да Подвязали Это Как-то Ну К себе Вот Так И Происходит Увидели Где-то Там Да Если Про На Дня Проданные Тиражи Еще Прочее Да То есть Нагоняю Этот текст Мы Потом Делаем Stories И Уже Соответственно Человек Заходит Ну Да Я Сделаю Там Принтскрин Зажму Посмотрю Что Мне Сегодня Выпадет О Мне Выпадет Там Не Знаю Выплатят Мне Сегодня Гонорар За Мои Книги Вот И Вот Такие Моменты Да Они Потом Пишут В ответ Говорят О Прикольно Мне Вот Эта Штучка Досталась А Я Вот Это Хочу Ну Я Не Могу Сказать Что Прям Какая То Знаете Story С Выстрела Мы Сами Иногда Сидим И Думаем Почему Вот Это Зашло А Почему Вот Это Не Зашло И Так Нельзя Сказать Но Когда Ты Работаешь На Протяжении Определенного Периода Ведешь Выстраиваешь Диалог Необязательно Вдохновляться Там Друг У Друг Когда Например Там Ну Начали Вот Это Как Правильно 15 секунд Грамотности Пятиминутки Грамотности Делаешь Небольшой Пример То Это Инфотеймент Образование Через Развлечение Необязательно Это Подглядывать У Конкурентов Или Других Людей Можно Посмотреть Какую-то Крутую Фишку У Блога Вообще Никак Не Связан С Литературой Книга И Прочее И Просто Посидеть Подумать А как Я могу Это В свою Сферу Переключить Вот Спасибо Большое Мира И Вопрос Как раз Таки В попутку А как Вам Вообще Пришла Идея Создания Вот Этого Планера Для Писателей Реорганизации Реструктуризации Контента Чтобы Легче Было Людям Писать И Создавать Что-то Новое Как Какой-то Мотиватор У вас Был Нет Мне Просто Нужен Был Самой Такой Ежедневник Блокнот И После Того Как Я Прошла Несколько Писательских Курсов У меня Сложилось Некое Представление О том Как Можно Писать Книги Как Идет Рабочий Процесс Писателей Я Поняла Что Мне Как раз Не Хватает Такого Ежедневника В котором Все Будет В Одном Месте В котором Можно Собрать Все записи Которые Ты ведешь В процессе Работы Над Книгой И Соответственно Не Бегать По Файлам Каким Телефон Компьютер Гугл Док Что У тебя Все Перед Глазами Ты Открываешь Смотришь Опять Это Популяризация Ручного Письма Потому Что У нас Мозг Во время Ручного Письма Работает Совершенно По-другому Иногда Некоторым Писателям Это Даже Полезно Когда Мысли Бегут Не Так Быстро Как Когда Ты Стучишь По Клавиатуре Вот И Ну Отсюда Мне Пришла Такая Идея Я Просто Его Взяла Сделала И Соответственно Заказала Печатный Тираж А Если Говорить Про Блогерский Планер То Здесь Наверное Был Такой Момент Что Я Пользовалась Другими Ежедневниками Других Производителей Но Мне Не Хватало Как Раз Разворота Для Контент Плана Когда Я Могу Увидеть Например Все Свои Активности В течение Месяца На Одном Развороте Где Как Раз Поставить Прямые Эфиры Темы Постов Мне Это Просто Так Не Хватало Самой Поэтому Я Взяла И Как Б Сделала То Чего Мне Не Хватало Самой Но Конечно Я Приблизительно Представляла Будет Ли На Это Спрос Или Не Будет То Это Не То Что Хочу И Буду Возьму И Сделаю Потому Что Это Не Так На Самом Деле Просто Я Если Честно Не Верю Что Есть Какой Универсальный Продукт Который Типа Вау И Круто Его Все Скупили Нет Это Всегда Конечно Продвижение Это Всегда Нужно Рассказывать Предлагать Реклама Но Изначально Конечно Продукт Должен быть Востребованным Ежедневник Все Таки Это Такая Востребованная Вещь И Я Думаю Что Его Как раз Не Хватало Писательского Ежедневника Судя По тому Как Писатели На него Реагируют Наверное Его Действительно Не Хватало Спасибо Вам Огромное Мира Очень Интересно И Действительно Мы Приходим К тому Что Актуальность Важна Но Структурированность Контент План Он Тоже Нужен Потому Что На Одних Спонтанных Эмоциях Или На Спонтанных Постах Да На Спонтанных Ты Далеко Не Уедешь Все Должен Быть Какой То План Ну Я Абсолютно Согласна С тем Что Контент План Какой То Нужен Но Другое Дело Что Мы Только Что До Эфира Поговорили С Еленой И Выяснили Что Не Обязательно Иметь Достаточно Такой Жесткий Контент План От Которого Вообще Никак Нельзя Отступать Четко Прописанные Допустим 5 сторис В день Три Поста В неделю Или Посты Каждый День Для Инстаграма Это Более Подходящее Лена Расскажите Пожалуйста Про Свой Метод Введения Контента В Инстаграме Хоть в Личном Хоть в Книжном Блоге Как Вам Удобнее В В Книжном Клубе Да То Я Могу Сейчас Рассказать Про Книжный Клуб Книжный Клуб Я Создала Буквально Несколько Месяцев Назад И Концепция Такая Что Мы Читаем Каждый Месяц Одну Книгу То есть Один Месяц Одна Книга У меня План До Нового Года И В Течение Месяца То есть Каждый День Я Публикую Сторис Именно Часть Которую Мы Читаем Сегодня Вот То есть Каждую Книгу В начале Месяца Я делю Примерно На Равное Количество Страниц Чтобы Примерно Каждый День Читать Одинаковое Количество Страниц И В конце Месяца У нас Получается Прочитанная Книга И Каждый День То есть У меня Короткая Сторис О том Что Сегодня Читаем Вот Эту И Эту Главу И Потом В течение Остального Времени Да Я Планирую Именно Посты Ну О писателе О том Почему Стоит Прочитать Эту книгу Но Достаточно Кратко Я Вот Сейчас Рассказала Перед эфиром По поводу Этого Я Сейчас В силу Того Что у нас Идет Такое Засилие Соцсетей Вот этого Контента Всего То есть Да Сейчас Вот Если брать Инстаграм Там Постоянно Там Создание Контента Да Производство Контента То есть Вот эти Слова Они входят В нашу жизнь Именно Производство Контента То есть Не Создание Того Что Действительно Нужно А именно Контента То есть Мне немножко Вот это Как сказать Слово Вот этот Подход Он немножко Претит Почему Потому что В итоге Если мы будем Только потреблять И либо Производить И потреблять А собственно Когда жить Нам Вот То есть Да Это все Интересно Хорошо Гонка Там За всем Но все Таки Получается Времени У нас Сутка Всего 24 Часа И больше Его не Становится Хоть ты Что Сделай Вот И Если У нас Каждый Не будет Заботиться О Как бы Сказать Своей Личной Информационной Гигиене Да Как-то Себя Немножечко Ограничивать То можно Застрять Уплыть Ну как Сказать Твоя Жизнь Просто Проходит Мимо И Я считаю Что в этом Море Информации Все-таки Мой Вклад Да Может Это Как-то Звучит Так Но Я считаю Что Не должно Быть Много То есть Блогеры Которых Много Я уже По себе Просто Поняла Которых Слишком Много У меня Получается Так Я их Не успеваю Смотреть Да Интересно Круто Здорово Но Когда Ну И получается Что Иногда Мне настолько Обидно Стон Что Я просто Отписываюсь Потому Что Понимаю Что Люди Там Как-то Сами Это Но Человека Настолько Много Там Действительно Десяток Сторис В день Там Пост Каждый День Это Когда Я это Буду Читать Собственно Ну И В общем И Да Самыми Продуктивными Мне пришлось Остаться Вот И Как бы У меня Остались Примерно Те Кто Живет В таком Же Ритме То Есть Считает Что Вот У меня Есть Своя Жизнь У меня Есть Интернет Жизнь Да Я там Интернет Жизнь Часто У меня Перетекает И в Реальную Жизнь Но Тем Не менее Я Интернет Жизнь Стараюсь Все-таки Немножечко Как бы Ограничивать И Стараться Не Уплывать Туда То Вы Замечали Как Сторис Можно Листать Можно Сидеть Там Ты Зашел На Пять Минут И Ты Час Полтора Там И Уже Вечер Вот И Именно В книжном Клубе У меня Аккаунт Книжного Клуба Я считаю Что Вот У меня Есть Сторис Читаем Остальное Время Мы Читаем Книгу Собственно Мы Не Смотрим Там Как-то Развлекаемся А мы Именно Читаем И Суть Именно Мой Подход Такой Более Минималистичный То есть Я не знаю На процесс Чтения Больше Ориентирован Да То есть Все-таки Нужно И читать И жить Собственно А не В интернете По принципу Меньше Да лучше Да То есть Я считаю Что Самое Важное То есть Как Самое Важное Вот я Открыла Самое Важное У меня Тут же Пришло Ко мне Все Ну а Что не Пришло Значит Оно Настолько Важно Было Вот А Листать И всех Всех Не пролистаешь Все Не просмотришь Ну и Получается Что Нужно Выбирать Иногда Либо Ты Смотришь Инстаграм Либо Ты читаешь Книгу Ну и Вот Либо Ты Еще Там Идешь Гулять С детьми Да Или Проводишь Время Действительно С близкими Либо Ты встречаешься С подругами И именно Общаешься Вот Ну и В общем Этот выбор Нужно Всегда Я считаю Здесь должен быть Какой-то Умеренный Подход Да Мы должны Как бы То есть Я за то Чтобы Вот там Вначале Был у нас Такой Вопрос То что Действительно Любая Личность Хорошо Когда Она имеет Действительно Свой блог И Очень важно Действительно Чтобы в блоге Отражалось Твое мнение Также Я согласна С тем Что Только книги Библиотечные Блоги Это Тоже Немножко Путь в тупик Потому что Все-таки Должно быть Более Такое Разностороннее Общение Что Интересно Действительно Мысли Вот допустим Если это Книжный блогер Интересно Мысли Человека А что он Вообще Думает В принципе Не по поводу Книги А в принципе Какой у него Взгляд на вещи Какой у него Допустим Взгляд на Расизм Или там На детей Да Либо еще На что-то И ты Как бы Понимаешь Близок тебе Человек Или не близок И соответственно Ты думаешь Близки Его книги Либо его мнение О книгах Насколько оно близко То есть Это как бы Индикатор такой Вот Но То есть Вот это должно быть Но это все-таки Вот умеренно Должно быть Чтобы Допустим Как сказать Чтобы тебя Не было слишком много Вот И тогда даже Пост о книге Становится толчком К обсуждению Чего-то большего Верно Да То есть Когда людям Есть что спросить У тебя То есть Если допустим Вся твоя жизнь На виду То что Спрашивать Ты нам все Показал Ну то есть Вот В итоге Получается Если вот Нет этой умеренности То мы приходим К тому Что Действительно О чем тебя спросить Если ты нам Все рассказал Вот И как бы Ну в общем Я сторонник Того Какого-то Минималистического Больше подхода И какого-то Умеренности Именно Умеренности Вот контента Умеренности Производства Контента То есть Библиотечный Блогер Ну а тут Мы приходим К тому Что должно быть Именно Как сказать Постоянство То есть Всегда То есть Дисциплина Периодичность Постоянство Да Именно Периодичность Ну а вот Именно Умеренность Ну как-то Такая моя Точка зрения Это прекрасно Прекрасно Очень интересно И Здесь я хочу Перейти плавно Как раз От Инстаграма И Ютуба Когда мы узнали Какой у людей Был опыт У наших коллег В этой сфере Вот как раз Таки К теме То что нужно Вскочить на волну Идти вслед За последними Тенденциями И мы Плавненько Переходим К нашему Завершающему блоку Это Мариинская Впаде на Яндекс Дзен Вот и мне хотелось бы К нашим цифровым друзьям Обратиться Те кто онлайн гости Вот был ли у вас Опыт ведения Дзен платформы Учитывая какие там Достаточно жесткие Требования Самого алгоритма По периодичности Издания По качеству Издания Потому что вот у нас У всех троих Этот опыт есть Но он достаточно разный У кого-то более успешный У кого-то менее успешный А вот у вас Как уже состоявшихся Блогеров В каждой В своей сфере Был ли опыт Взаимодействия Если да То что понравилось Если нет То почему вы Либо не пошли Либо отказались От этой платформы Можно узнать Хочет кто-нибудь Высказаться Давайте Давайте Наверное Я отвечу Да Кира Мира Ой Мира Да Простите Смотрите Наверное Может быть Два Или где-то Два с половиной Года назад Была такая Тема Склоняли В Яндекс Дзен И как всегда Знаете Как какая-то Финансовая пирамида Такие слухи Ходили Говорили Ой Да там Денег можно Заработать Вообще Ну вот реально Было такое Кто-то каким-то Опытом делился Вот Но Как только Я посмотрела Площадку Попробовала Что-то написать Какие-то там Не знаю Были отклики Не отклики Я поняла Что это более Такая Какая-то Новостная История Да И журналистика То есть Нужно Именно Вот давать Какую-то Интересную Пользу Как Не знаю Как новость Может быть Да Вот я вчера Зашла У меня мама Смотрит Яндекс Дзен Да Каналы То есть Я почему-то Не знаю Я почему-то Не успеваю Их смотреть Вот как раз Елена говорила Да О том Что осознанное Создание Контента И потребление Я с ней Абсолютно согласна Потому что У меня даже Вот знакомые Иногда там Обижаются Я там выложил Сторику А ты у меня Не видел Я говорю Ну товарищ То есть Либо ты контент Делаешь Либо ты его Употребляешь Я говорю Я просто Не успеваю Вас там Всех посмотреть Хочу Просто не успеваю Поэтому Я если честно Попробовала Да И мне показалось Что это больше Какая-то Новостная История Журналистика Может быть Там действительно Есть деньги Может быть Даже как-то Авторам Пишущим Людям Логично Идти как в плане Копирайтинга Туда Писать для каких-то Каналов Честно говоря У меня нет Какого-то успешного Опыта в создании Каналов И даже Наверное Потребление Этих каналов Наверное Нет Я остановилась На той платформе Которую Как бы я знаю Да Это Инстаграм Которую я понимаю Механизмы Несмотря на то Что мне Например Тоже изначально Не была Вот эта близка Позиция Визуального Контента Потому что Я изначально Шла от текстов Да Но постепенно Условно Подтянула И визуал К этому Вот Я все-таки Выбрала ту площадку На которой Мне было Понятнее Так как Продвигаться Как действовать Да Какие-то механизмы Этой площадки Поэтому Не знаю Мне кажется Если есть интерес То нужно просто Наверное Почитать какие-то Мануалы И посмотреть Аналоги Как обычно Да Мы приходим Анализируем Конкурентов Кто есть Кто что делает И посмотреть Что ты уже Можешь дать Что ты можешь Сделать Может быть Для кого-то Эта площадка Кажется Актуальнее Может быть Даже кто-то Не знаю Телеграм-канал Какой-то Заведет И Это будет Даже Ему интереснее Выгоднее В плане Ресурсности В плане В плане В плане В плане В плане Например Идти в тот же Инстаграм Где Изначально Нужно Исходить От Визуальной Концепции Спасибо большое Мира И еще Кто-нибудь Хочет Высказаться Я знаю Кира Кира поднимала Руку Хотите высказаться У нас еще есть Времени О том Зачем нам был Нужен Дзен Раз я работаю В региональном Центре чтения Библиотеки Научной Мы должны Продвигать Книги чтения И мы решили Что одно Из классных Дел Которые мы Можем сделать Это придумать Проект О повышении Функциональной Грамотности У подростков Чтобы Спустя какое-то Время Мы вырастили Целое поколение Функционально Грамотных Людей Проект Называется Школа развития Читательских Компетенций Это не мой Не мои слайды И три группы Целевой аудитории У нас сразу Под этот проект Выделилось Это коллеги Библиотекари И педагоги Это собственно Те дети Подростки На которых Мы будем Проводить занятия Для которых Мы будем Проводить занятия И уже проводим И их родители Мы не можем Отказаться От родителей Потому что Это люди Которые Приводят нам Своих детей Детей Младшего И среднего Школьного Возраста И естественно Они чувствуют Большую тревогу За своих чат А что мы будем С ними делать А как вообще Действует Осознанное чтение А про что мы тут И тогда Моя коллега Которая вообще В принципе Была идеологом Этого проекта Сказала Давайте заведем Яндекс Дзен Яндекс Дзен Это прекрасно Потому что Ты ничего Не должен делать Специально Ты запостил Какой-то текст Подобрал к нему Классный заголовок И классную фотку И дальше Алгоритм уже Сам покажет Твой пост Той аудитории Которую ты считаешь Целевой Будьте добры Следующий Или я сама Так-так-так-так-так Это я рассказала Вот Мы решили Что основную Информацию Которую мы хотим Подать родителям Это та Полезная Инфа Которую они Возможно Не смогут Добыть Где-то За пределами Методических книжек Никто из родителей Не будет читать Книжку по методике Преподавания литературы По методике Преподавания чтения И так далее Поэтому канал У нас в большей степени Как-то рассказывает О приемах Развития критического мышления О приемах развития Осознанного чтения Подсказывает Как выполнять Со своим ребенком Домашнее задание У нас есть такие посты Когда Ребенок Мы предполагаем Что ребенок Скорее всего Не понял Что от него требуется В школе Приходит к родителям И говорит Мам Мне тут надо Кластер нарисовать Ой мам Мне тут фишбон Надо сделать Она такая Че Я таких слов не слышала И лезет куда-то Гуглить Что это такое Но вот у нас Очень подробно Об этом рассказано Например Поэтому я не говорю Что мы Книжный блок Мы именно блок Библиотечный И блок проекта И наши посты Соответственно Очень отличаются И на следующем слайде Буквально есть картинка Про то Как я попыталась Поиграть с кликбейтом На дзене Вообще-то кликбейт На дзене Не приветствуется И даже если он Присутствует частенько Тебя банят Два слайда Из админки Про мою Несуществующую дочь Попыталась я Создать картинку Как будто бы У нас не один человек Ведет Яндекс Дзена Целая редакция Как будто мы ведем Его целой командой Отзывы были Прекрасные В первой истории От 7 октября Дети, которые Пишут фанфики Писали Спасибо, что вы сказали Что мы неплохие Что мы творческие И вообще А во второй картинке От 13 февраля Там взрослый человек Сказал Вы знаете Мне очень радостно Что у вас С вашим ребенком Доверительные отношения И тут я поняла Что мы все-таки Не зря это делаем Это действительно Привлекает и родительскую Аудиторию тоже Но если посмотреть На Вот На вот этот слайд По статистике Первые три картинки Это тесты Исключительно тесты И совершенно Кликбейтные заголовки За которые Меня слава Всем Алгоритмам Дзен не забанил А ниже У нас уже Полезный контент Идет Который Как вы видите По цифрам Гораздо меньше Охвата собирает Поэтому С одной стороны Мне кажется Что люди Хотят Зайти в Дзен И развлечься И какой-то Интеллектуальный Контент На самом деле Их не особенно Беспокоит И тут мы Переходим К Мариинской Впадине Той самой Которой Сказала Лена Вначале Это называется Карма Дзена Тот Инструмент Который показывает Насколько ты Оригинален Насколько ты Качественно Выполняешь Свою работу Насколько ты Успешно Вовлекаешь Аудиторию Как быстро Твой канал Развивается И какова Твоя влиятельность Это Позапрошлую Неделю Картинка Почему не взяла Прошлую Потому что На прошлое Моя карма Упала Я очень расстроилась И не стала Вам показывать Эту картинку Проблема в том Что я-то считаю Что мои посты На прошлой неделе Были гораздо Оригинальнее И качественнее Чем на позапрошлой Но Дзен Считает иначе Отсюда непонятно Алгоритм Не прозрачен И мы не можем Понять Когда он Сочтет Что ты Успешен А когда он Сочтет Что ты Абсолютно Неоригинален И неинтересен Никому Ну и влиятельность Наверное Об этом тоже Стоит сказать Влиятельность На Дзене Высчитывается Несмотря Поделиться Это радостно Для себя Посты Абсолютно Это очень-очень регулярно. То есть там не работает как с Инстаграмом. В Инстаграме регулярность важна, то здесь регулярность и она как бы намного более важна. У меня была моя ошибка в том, что я делала все с телефона и у меня было некрасиво. То есть все-таки визуальная составляющая Яндекс.Дзена, она может быть, допустим, как сказать-то, вот когда их сравнивают, я думаю, здесь немножечко не объективно, визуальная составляющая Яндекс.Дзена тоже важна. То есть выбрать вот эту плашечку, которая не будет отталкивать людей, это тоже очень важно. И очень важно также именно придумать такой заголовок, который откликнется людям. То есть как бы не перейти границы на такое что-нибудь нехорошее, чтобы тебя забанить, но опять же ставить его в увлекающем. У меня есть девочка, с которой мы общаемся. У нее успешный достаточно опыт ведения Яндекс.Дзен канала. То есть она его начала вести и буквально через месяц она вышла на монетизацию. Но она действительно постила каждый день. И у нее, правда, были качественные тексты с подобранными картинками. То есть она вот… И действительно, чтобы ввести, там нужно вкладывать ресурс именно свой. Именно писать, писать, писать. То есть если это интересно, то, конечно, тут будет как бы вот… Ну, действительно, вложиться нужно очень хорошо именно трудом. То есть вот если в Инстаграме часто надо вкладываться денежно, то здесь надо именно трудиться. И тут мне бы хотелось продолжить тему и вспомнить слова Миры, которая говорила о том, что она делает свой канал не одна в Инстаграме. Потому что один человек просто не способен сделать такую огромную работу. И если у вас есть наши дорогие коллеги-единомышленники, подключайте их к блогам и работайте в команде. Потому что вы одни, просто однажды выгорите, и вам будет не о чем писать. Библиотечный блог. Тут действительно прямо нужно, чтобы это была как-то вот команда. И, наверное, библиотечный будет даже интересно, если это будет вот немножко с разных сторон взгляд вот такой. Кстати, вот тогда поговорили про книги. Я что-то забыла вставить именно на тему библиотечности и библиотечного блога. У меня очень часто возникают вопросы к издателям. Почему вот какие-то книги издаются, переиздаются, а какие-то как будто придаются забвению. То есть вот есть много хороших книг, которые вот почему-то, ну до сих пор ждут переиздания, что ли. Конечно, понимаю, там еще тонкий вопрос с правами, с правообладанием, и что некоторые книги не так-то просто издать, даже если ты захочешь. Но вот, допустим, именно библиотека имеет, я думаю, возможность вот показать такие какие-то книги, чтобы заинтересовать. То есть не самые популярные книги, которых везде много, а именно те книги, которые именно на самом деле хорошие, но они по той или иной причине почему-то вот не на виду. Да, можно сказать, единственные экземпляры вот остались, но в библиотеке, только мы можем их предоставить человечеству. Да, да, да. Ну, по каким-то причинам их не переиздавали. То есть, допустим, узнать вопрос, почему они переиздавали, то есть там, из-за какой причины, да. Ну или просто вот привлечь, то есть иногда же можно электронный вариант найти книги, и почитать, иногда можно задаться таким желанием и прийти в библиотеку именно за этой книгой. Вот, то есть, допустим, у меня бывает такое, я хочу это прочитать, я понимаю, что я не могу ее купить, ее нету, ее просто не издавали. Конечно, я пойду в библиотеку, если она меня так заинтересовала. И мы вас всегда ждем, и на это мы людей ориентируем, приходите. Именно, как бы, библиотечный блок имеет действительно в этом большое преимущество в доступе именно к книгам, которые не популярны. Да, поэтому, да, я тоже считаю, что одна из задач библиотечных блогов, это, конечно же, прежде всего раскрытие фонда, потому что очень много редких книг, очень много старинных книг, книг, изданных в одном экземпляре, нигде больше не встречающихся, которые даже в букинисте невозможно найти. Но вот что касается, допустим, платформы Яндекс.Дзен, то выясняется, что здесь должен быть обязательно труд нескольких человек, потому что это заполняемость. Дзен – это действительно работа. Когда ты работаешь не только там над уникальностью фоточек, обрабатывая их в фильтрах, накладывая какие-то эффекты, но еще и в разнообразии тем, в разнообразии раскрытия этих тем, если у кого-то есть какой-то интересный проект, как бы разделение по рубрикам, чтобы была регулярная наполняемость, потому что алгоритм его мы обмануть не можем, так как мы его просто не видим. То есть, да, если в Инстаграме как-то более-менее что-то у нас есть возможность посмотреть в охвате, то, хотя, несмотря на то, что подобный ресурс есть и у Дзена, там все это гораздо более закручено, как бы по части гаек. Ну, там просто еще, видите, мы же не знаем, какой запрос будет у человека. Ну, допустим, вот. Да, то есть он, да, очень много подводных камней. Вот, допустим, выходит какая-то новость, да, и все начинают, ну, запросы какие-то делать. Соответственно, какая-то тема, которая там, вот, был пост какой-нибудь старик, он раз всплыть может. И, как бы, это случайность, мы не могли это сказать, а вот новость просто, она дала вот этот толчок. Да, да. Но, тем не менее, плюсов этой площадки никто не отрицает, в том числе с точки зрения человека пишущего, могу сказать, что у них очень удобный непосредственно внутренний редактор, в котором удобно писать, удобно загружать статьи, загружать ссылки, загружать видео. Да, это как бы комплекс, да, комплекс редакторских услуг, скажем так, которые там прилагаются, возможности, он достаточно широкий, не очень, но достаточный для того, чтобы нормальный контент производить. Вот, и подходя к финалу, друзья, можем что сказать, что каждая из обозначенных нами площадок по-своему хороша, будь то YouTube, будь то Instagram, будь то Яндекс.Дзен. Хотя у последнего вот вопросы, даже к нашим интерактивным гостям. Как вы думаете, есть ли будущее у этой платформы именно для людей, которые пишут о книгах, о библиотеках? Или это все-таки больше лайфстайл, развлекательные каналы о новостях, о том, как похудеть, собрать урожай помидоров или стать успешным-успешным? Есть у кого высказаться? Хорошо. Хорошо. Тогда, подводя итог, как вы считаете, наши гости и дорогие друзья, которые сидят рядом со мной сейчас, вообще должны ли библиотечные блогеры и книжные между собой соперничать в том, чтобы привлекать аудиторию, либо же все-таки каждый из нас делает одно, ну, точнее, все мы делаем одно общее дело, направленное именно на продвижение чтения, на популяризацию книги, на поднятие вот этой интеллектуальной культуры в обществе? Я считаю, что если конкурировать, то, наверное, очень надо в меру. У нас тоже, да, среди писателей тоже всегда бывает такой вопрос, что, типа, мы с вами коллеги или мы с вами там конкурируем. Я всегда за то, что мы все-таки делаем, да, одно общее дело, потому что продвигать какой-то блок, который не лежит в сфере базовых потребностей человека, то есть не про еду там, да, и не про интим, а уже вот этот верхний слой какой-то культурный, это всегда сложнее. Говорить о том, что, типа, там, давайте еще между собой там как-то конкурировать, это, конечно, ну, как бы не всегда правильно, потому что, ну, все-таки, да, наверное, мы такой какие-то там писатели, блогеры, там, библиотечные блогеры, книжные блогеры, это все такая околокультурная такая тематика, я думаю, что чем больше у нас будет какого-то сотрудничества и взаимодействия, тем будет, соответственно, лучше, да, а в плане конкуренции, ну, иногда, да, очень круто смотреть на каких-то более успешных блогеров, чем ты, и с одной стороны радоваться, с одной стороны какие-то фишки подглядывать, а с другой стороны стремиться за ними. Так что я думаю, что прям вот какой-то такой, знаете, проводить вот раздел, что вот, типа, есть книжные блогеры, а еще и выделить в них такой библиотекарей именно, то, я думаю, не стоит. Я думаю, что все-таки мы делаем одно общее дело, просветительскую такую, как бы, миссию, если в общем плане говорить. Спасибо вам большое, я вынуждена отключиться аудио, потому что у меня соседи начинают ремонт. Спасибо вам большое, спасибо. Даша, хочешь что-нибудь сказать? Даша, да, пожалуйста, скажи нам свое мнение. Да, я скажу. Ну, я присоединяюсь к мире, во-первых, и вообще к вам, ко всем по поводу того, что всех дополняет, потому что, во-первых, у всех разный вкус в плане книг, естественно, и у каждого будет своя аудитория, и на самом деле, как бы много не было и Инстаграм книжных блогеров, и на Ютубе их очень много. Но на каждого всегда найдется аудитория, и, опять же, здесь еще важно, что у библиотекарей и у просто читателей, которые решили стать блогерами, у них очень разный подход к чтению и к анализу. Например, ну вот человек, который просто любит читать на досуге что-то более-менее легкое, развлекательное, он оценивает литературу там именно по критериям того, чтобы это все расслабило, ну, чтобы это было приятно. Ему особо, может быть, не надо какие-то глубинные смыслы искать и вот это все анализировать, и он рассказывает именно в контексте чего-то такого развлекательного. Если брать, например, людей, которые какое-то образование филологическое имеют, или как раз у библиотекарей, у библиотекарей же все равно к книгам отношение другое, в плане у них, ну, вот мое искреннее ощущение, что у них шире кругозор, и, например, есть на Ютубе девушка, блогер Ася Змегина, она, по-моему, преподаватель, насколько я понимаю, филологии, и она как раз в основном снимает ролики по классике про писателей, которые зарубежные и отечественные, и она это делает, ну, так, как, мне кажется, ни один стандартный книжный блогер не сделает. Или, например, когда мне хочется понять, хочу ли я читать какую-то локсическую книгу или не хочу, я включаю, например, лекции Дмитрия Львовича Быкова, вот, как бы, круче него про литературу, фруктастическую вещь, никто не говорил на моей памяти. То есть, например, я там тоже по-своему анализирую книги, и есть блогеры, которых я сама смотрю, и их люблю и целью их мнения, несмотря на то, что, например, у нас абсолютно могут быть полярные мнения на одну и ту же книжку, но это не значит, что я сейчас начну ее хейтить и говорить, не смотрите ее, она там ерунду говорит, или она начнет в мою сторону что-то говорить. И поэтому, мне кажется, что, в принципе, не может быть конкуренции какой-то такой. Мы же тут, ну, не знаю, не какие-то, не за каким-то бешеным кладом все охотимся, и один только разбогатеет, и один станет царом горы. На всех найдется аудитория, все всех дополняют, мне кажется, и в этом плане, чем больше людей будут рассказывать о книгах, тем больше будут людей читать эти книги, и тем умнее станет наша нация и все наши зрители. Так вот, это тоже я свой спич. Спасибо огромное, спасибо. То есть, действительно, мы все коллеги, и мы все делаем одно лучшее дело. То есть, благосфера — это то зерно, вокруг которого мы наращиваем какие-то свои личностные качества, личностные смыслы, личностную подачу. Но все равно все это направлено на то, чтобы повысить общий какой-то культурный код наших людей, вообще наших детей, наше будущее поколение. Поэтому методы, они, конечно, могут быть различными, как и площадки, на которых выкладывается этот контент. Однако общая цель-то у нас, в общем-то, одна. И то, как мы к ней будем действовать, соблюдая вежливость, какой-то этикет по отношению друг к другу, к цифровой, это, в общем-то, и будет говорить о том, что мы оставим после себя в этом мире в полном чтении самых различных книг, но чтение именно как осмысленного процесса, а не как простого перелистывания. Спасибо вам большое, дорогие онлайн-гости. И если кто-то хочет из моих коллег высказаться, Рина. Я позволю себе буквально одно слово. Несколько раз мы об этом говорили, и хочется коллегам еще раз на это указать. Мы, библиотекари, обладаем гораздо большим объемом, большим фондом старых произведений, каких-то редких изданий. Может быть, нам стоит пойти в уникальность и начать говорить о том, чего больше ни у кого нет. И тогда мы найдем действительно своего зрителя, своего читателя, своего подписчика. И тогда мы не будем конкурировать с кем-то из популярных книжных блогеров, потому что они рассказывают об одном, а мы рассказываем о другом. Я согласна с этой мыслью, потому что это правда интересно. То есть для меня это интересно. Я уже озвучила до этого, почему тоже интересно. Потому что сейчас некоторых книг уже и нет. И вот именно с точки зрения библиотекарей, кого показать это, что это существует, как оно есть. Ну, короче, это очень интересно именно даже и с обывательской точки зрения. А с точки зрения книголюба, то это вообще прямо… То есть если это сделать с душой, если человек, который делает это… То есть я все-таки уверена, если человек, который что-то делает, который пишет текст, и ему интересно, то это как бы передается, это заражает других людей. То есть если ты пишешь и скучаешь, то, соответственно, это будет скучный текст. Если ты скучаешь, когда показываешь книгу, а если ты рассказываешь о ней вдохновленно, воодушевленно, то, конечно, это заряжает. И со стороны библиотекарей, если они будут показывать и делать это так, с любовью к своему делу, именно с восхищением, с интересом, то это, конечно же, тоже передастся читателям. И это повлияет, то есть все равно это тоже влияет именно на окружение, на людей. То есть это все равно делает мир лучше. Совершенно согласна. Спасибо большое за ваше время. Спасибо за уделенное время, за предоставленные эмоции, внимание. Друзья, у нас у каждого свое уникальное предложение, то, что мы можем вообще дать этому миру по части своего видения книг, своего видения вообще литературы как таковой. Читайте, пишите, получайте от этого удовольствие, вкладывайте в это свою личность, свою индивидуальность. И тогда я уверена, что наше общее дело, оно будет идти прям по правильной, по хорошей дороге. Спасибо большое всем за внимание. До новых встреч. Спасибо гостям огромное. Спасибо. Круто, вообще. Хорошо? Да, да. Опять же, я не девушкам говорила, она все знает. Да, ну, что не важно, я редко ругаю. Спасибо. Будем знать, будем знать критерии. Спасибо за это повторение. Ну вот, когда мне есть что-то сказать, мне было важно, чтобы гости не почувствовали себя в книгу были. Мне гости в зуме. Как-то мы уже начали подводить итоги наших трех дней. Анастасия Васильевна. Да, не конференция, это поле диалога, как вы могли сейчас убедиться в этом. Диалога непрекращающегося, диалога как внутреннего, так и мы встречаемся с людьми из разных сфер и с коллегами, с людьми, представляющими совершенно иные сферы, бизнес, маркетинг. И учимся слышать друг друга, несмотря на ту разницу, может быть, мнений, взглядов, которые в нас присутствуют. Не конференция всегда была и остается полем свободы. Мы говорили об этом вчера, потому что мы готовим ее весь год. Мы постоянно придумываем какие-то форматы. И здесь Елена Сергеевна на озвученную мысль вдруг говорит «Нет, это мы оставим до неконференции». Это действительно поле эксперимента. Здесь мы делимся самым сокровенным. Здесь мы позволяем себе выступать в тех ролях, в которых, может быть, в течение года. Вы нас видите очень редко. И мы всегда стараемся дать эту возможность каждому. И все, кто у нас, так или иначе, приходят как спикеры, как слушатели, вы, наверное, согласитесь, что вот эта свобода неконференции, она остается все эти 10 лет. Неконференция была и будет полем творчества, чистого, открытого. Здесь рождаются идеи. Наверное, это самое частое, что звучало в чате. Спасибо за вдохновение, спасибо за идеи. Мы учимся слышать и благодарить друг друга за то вдохновение, которое мы нам даем, и смотримся в идее, в проекте друг друга, как в зеркало. Конечно, это во многом поле поиска себя, поиска своей задачи, потому что где, как не в библиотеке, где мы остаемся один на один с книгой и даже участвуем в мероприятии, во встречи, в лекции, так или иначе, обращаемся внутрь себя и пытаемся понять, как отзывается то, что мы слышим, то, о чем мы читаем, в наших сердцах. И снова услышать себя, это значит сделать шаг к тому, чтобы услышать друг друга. Неконференция — это точка роста, развития профессионального, в первую очередь, хотя и не только. И в этом ключе очень важна та связка с конференцией, которая сложилась в этом году, с конференцией по медиаобразованию, нашей традиционной. И, честно говоря, очень жаль, что она-то традиционно проводится через год, и в следующем году мы будем без нее, потому что очень хочется оставить эту связь доброй-доброй традицией. И, наконец, Неконференция — это пространство любования, любование практиками, опытом, идеями, улыбками, людьми. Мы снова возвращаемся к диалогу. Неконференция всегда и была, и будет общим делом. В этом году официальными соорганизаторами являются три организации под эгидой Министерства культуры Свердловской области. Неконференцию реализует Свердловская областная универсальная научная библиотека имени Виссариона Белинского. Президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина и Российская библиотечная ассоциация. Но в организаторах, в числе организаторов, конечно же, каждый, кто приходил с докладом, кто приходил послушать, кто задавал вопросы, кто слушал молча, но что-то вот думал, представлял, кто только услышал, а не конференция от своих коллег, может быть, даже сегодня и будет смотреть в записи. И каждый, в сердце которого отзываются наши идеи, то есть, наверное, практически все библиотекари страны. Я с большим удовольствием передаю слово для закрытия, для подведения итогов неконференции представителям организации, организаторов. Мы знаем, что в Российской национальной библиотеке находится штаб-квартира Российской библиотечной ассоциации. И слово Елене Олеговне Чувашовой, ведущему методисту Российской национальной библиотеки. Добрый вечер, друзья. Я 10 лет слежу за неконференцией и все это время вдохновлялась идеями, которые здесь слышала. Все мечтала приехать и познакомиться с людьми, которые здесь участвуют, на этой площадке. И вот, наконец, в 10-й год я сюда приехала, а остальные по домам. Не удалось познакомиться со всеми, но рада, что удалось услышать. Удалось познакомиться с самой Белинкой, о которой я так много слышала. И, главное, конечно, с сотрудниками, с целой плеядой звезд и звездочек, которые известны нам по соцсетям, известны своими профессиональными достижениями. И здесь удалось на полях конференции пообщаться лично, задать какие-то вопросы, которые сложно озвучить даже в формате неконференции, что, конечно, колоссальная польза, и так это приятно. Приятно также, что и вы можете совершить экскурсию по этой прекрасной библиотеке в формате Lifestyle. Сегодня прошла, рекомендую посмотреть. Сама я вечером тоже приходила, возвращалась в отель и пересматривала площадки, которые шли в параллели. Здорово, что все это сохранилось с нами. И здорово, что вы все обладаете этим багажом идей колоссальных и вдохновением. Благодарна участникам, тем, кто выступал и на площадке, и удаленно тоже. Звучали такие слова, и охваты, и фильтры, и стихи звучали, и Яндекс.Карма, о которой я впервые услышала. Ну что, даешь вторую десятилетку? Спасибо большое. Передаю слова дальше. Да, простите, я так впечатлилась словами Лены Олеговны. Зато на очень правильной ноте любимой соведущей, ведущему менеджеру Тюменского филиала президентской библиотеки Рославне Владимировне Саглаевой. Мне очень хочется сказать большое спасибо организаторам не просто за приглашение принять участие в мероприятии, но вместе что-то творить, делать, а именно мы сделали совместно с Свердловским региональным центром президентской библиотеки целую секцию, посвященную работе президентской библиотеки. И я могу сказать, что мы сила, что секция однозначно удалась, судя по тому, как вообще шли работы всех остальных секций, можно сказать, что в целом мероприятие удалось. Если на него смотреть, вот так вот резюмировать, то и мероприятие интересное, и сам формат, он не конференция, он выдержанный, интересный. Ну, знаете, как и повелось, люди, которые в нем принимают участие, они тоже такие же интересные. Поэтому мои слова благодарности спикерам за их доклады, за идеи, за мнения, за вдохновение, которое они нам подарили. Большое спасибо также слушателям за их внимательные вопросы, пытливые, которые нам позволяли как-то глубже раскрыть темы, которые мы поднимали и заявляли. Ну, и, конечно же, организаторам, потому что, вы знаете, это не просто такое мероприятие, это такой уже традиционный, профессиональный праздник для тех, кто принимает участие в нем. Поэтому большое спасибо Президентская библиотека, в частности, филиал Тюменской области с радостью будет поддерживать это мероприятие и, я думаю, многие другие проекты. Спасибо. Спасибо большое, Ярославна. Действительно прозвучала фраза как на праздник. Мы говорили об этом с Еленой Сергеевной. Я все думала, выдавать этот секрет или не выдавать, но раз уж начали. Помните, наверное, XIX век. Вот к нам часто говорят, что в такие интерьеры в белинке, что можно ходить только в бальных платьях. И мы вот все обыгрывали идею салона. И, собственно, хозяйки этого нашего библиотечного салона, куда все приезжают в гости, нарядные, счастливые, для того, чтобы о чем-то интересно поговорить и приятно провести время, заместителю директора по социокультурной деятельности библиотеки имени Белинского Елене Сергеевне Гармс. Уважаемые коллеги, за эти три дня мы столько раз здоровались, столько раз расставались на минуточку и столько раз снова соединялись, что говорить слова приветствия или говорить слова благодарности с учетом того формата, в котором проходит сейчас наше событие, вроде как и необязательно. Трансляции останутся в записи, их можно будет снова посмотреть, снова можно будет оценить и свой собственный вклад, и слова коллег, мнения, снова можно будет поспорить, снова можно будет прийти к какому-то единому мнению. Вы знаете, давайте-ка я сейчас действительно подведу итоги. Изра, что ли, я вот здесь старалась и писала. Итак, за последние три дня, когда мы все с вами встречались на двух больших событиях, это на конференции, библиотеки на гребне цифровой волны и на неконференции «Курс и ракурс ценность диалога». Так вот, за эти три дня у нас прозвучало 13 жанров. Мы встречались в жанре экспертной встречи, батла, панельной дискуссии, марафона, варите, песочницы, виртуальной экскурсии, круглого стола, аквариума, мастер-классов, феерии полевых практик, тренд-сессии. За все это время прозвучали голоса 68 спикеров. Я, конечно, все попыталась посчитать, но мои подсчеты сейчас это не точно. Мы узнаем чуть позже о конечную цифру. 68 спикеров в режиме онлайн и оффлайн. Вот их мы слушали. У нас было шесть информационных потоков, пять открытый и один закрытый. Пять плееров есть на сайте библиотеки Белинского, вот именно там это и можно просмотреть. Но я хочу предупредить вас, что общее время вещания за эти три дня чуть менее двух полных суток. Так вот, если у кого-то будет время и настроение потратить. Выходные, да? Выходные. А с понедельника мы будем готовы продолжить дискуссии, марафоны, варьетые, песочницы, аквариумы и мастер-классы. За эти три дня получилось, что у нас было 1786 уникальных зрителей. В общей сложности 3913 просмотров из них почти 3000 – это женщины, но к нам подключились и 218 мужчин. Вот это тоже, да. Спасибо им. Из 4000 просмотров 900 нас смотрели дамы 45-54 года и 206 человек от 18 до 24 лет. Все остальные данные мы чуть позже с Анастасией озвучим. В общей сложности к нам присоединились 36… Ой, извините, 68 стран. Здесь регионов России и стран. Да, я посчитала, просто взяла общие цифры, но опять же чуть позже мы разложим по потокам, по странам, по континентам. Все, что я сейчас произнесла, наверное, это будут те самые слова благодарности, которые я очень хочу сказать нашим информационным, техническим партнерам. Это компании онлайн-технологии. Благодаря вам, которые здесь с нами и прожили эти три дня, будет возможна и запись, и повтор, и наше дальнейшее продолжение дискуссий, общения в том самом режиме онлайн, который мы сейчас очень сильно старались сократить. Не знаем, насколько нам это удалось, но, судя по откликам коллег и тем откликам, которые, мы надеемся, еще поступят, ну да, нам это удалось. Впервые не конференция библиотечных блогеров, вроде она всегда должна была проходить, ведь блогеры, мы же в сетях, вы же в сетях. Всегда она должна была бы проходить в режиме онлайн, но нам всегда было интересно посмотреть в глаза друг к другу и почувствовать тепло человека, который находится рядом. Ну вот, не было бы счастья, да несчастье помогло именно сейчас. Блогеры встретились на своей настоящей площадке в виртуальном мире. Надеюсь еще раз, что это расстояние было не очень далеким. Всем удачи, здоровья, новых проектов и возможностей встреч на любых площадках и территориях. Всем большое спасибо еще раз. Субтитры создавал DimaTorzok